Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала, вы как всегда на канале Семья на Чемоданах, с вами я, Славян. Да, знаю, и за это, сорян, мы надолго вылетели из Ютуба, но у нас куча дел, куча всего накопилось, что мы просто не стали отвлекаться, а сделали для себя такой мини-отпуск и решали просто вопросы. Но в нашем уютненьком Телеграм-каналечке мы все равно делились определенными моментами, так что, кто не подписан и кому важно оставаться с нами всегда на связи, то переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь на наш Телеграм-канал, там очень уютно и тепло. Сегодня в выпуске мы с вами снова продолжим поднимать тему ВНЖ и, походу, в последний раз. Так что не переключайтесь, огромное количество нововведений, вы просто обалдеете сейчас, что я вам расскажу и покажу. Просто сейчас пишу начало выпуска, уже в конце, когда у меня есть весь материал. Короче, смотрите, приятного просмотра, вместе с нами переживайте и переживайте то, что мы переживаем. Тавтология. Ладно, ребятки, лайкосик, комментарии и погнали. Мы решили, что слишком жарко уже ходить в пунчозику с пунчозенькой на голове. Решили убрать его милые пучеряшки, Славик тоже вон постригся, Артемку подстригли, меня подстригли, кстати, возможно, только заметил. Остался Родиончик. В общем, у нас парикмахерский день. В Дени. В Дени даже, да. Мой маленький, он сидит, терпит, мультики смотрит, вообще мустина настоящая. Давненько мы не снимали турецкую ночь. На самом деле мы часто туда ходим, но не снимаем. А вот сегодня, как говорится, в перерыве между днями таможня и Ёчем решили сгонять и немножко посмотрим, что там происходит. Решили мы в гости к ребятам. Тут все как обычно, все без изменений, все красиво, хорошо и уютно. Сейчас возьмем тырчик и поедем, на двух тырчиках поедем. Дима с семьей и мы с семьей. Вот в такую погоду тырчик самое тоще. Заехал, снял банкомат, 5000 лир, завтра нужно будет еще пятак снять. Для того, чтобы забрать машину, нам нужно оплатить парковку. Парковка у нас обойдется почти в 10 тысяч лир. Вот, оплата там только наличными. А с банкомата Зерата нельзя снять больше 5000 лир в сутки. Стемнело и началось представление. Короче, здесь очень весело. Сейчас будет самое интересное. Здесь на турецкой ночи, когда будут выносить под фаера вот там торт. И торт могут кушать, естественно, все желающие. Сейчас покажу. Дорогие гости, пришло время для подарков нашей кухни. Сейчас нам нужна ваша помощь. Откройте, пожалуйста, ваши телефоны и фонарики на них. Вот, зажигается. Всем салат. Вот так вот красавцы идут, но музыку заменю. Дорогие гости, пришло время для подарков нашей кухни. Дорогие гости, пришло время для подарков нашей кухни. Уже поздно. Звук поздней вечерней мечети. Но мы дома. Все, отправляемся спать. Завтра очень важный день. Ребятки, сейчас будет очень важная информация, поэтому ни в коем случае не перелистывайте и не упускайте свою возможность. Помните, когда мы были на Шри-Ланке, я вознакомился с таким брендом, как Бренд Фри. Помните, у ребят очень крутой кислородный очиститель, который справляется абсолютно с любыми пятнами, и нам его очень сильно не хватает в путешествиях. Но сейчас не о нем. Ребята настолько крутые, что за какие-то полгода они стали самыми лучшими, самыми крутыми на маркетплейсе Валберес. Представляете? Они выросли в 100, 50 раз и продолжают расти. И прикиньте, это делает минимальная команда 10 человек. Но бизнес растет, они, естественно, развиваются, и у них сейчас открыты наикрутейшие вакансии. Вы можете к ним попасть в команду и работать удаленно из любой точки мира. Смотрите, кто им требуется. Среди вакансий это финансовый директор, таргетолог, маркетолог, менеджер по маркетплейсам, аналитик, логист, HR менеджер, project менеджер. Все вот эти вакансии доступны удаленно. В общем, ребята, если вас заинтересовала вакансия, вы хотите начать развиваться в новой ниже, то, конечно, я вам рекомендую делать это с компанией Brand Free, ведь они активно и активно растут. А ссылочку на вакансию я оставлю там в описании. Еще раз скажу, не упускайте свою возможность. Сегодня такой день, когда нужно договориться, с кем оставить детей, потому что брать с собой их на целый день в этой адской жаре нет никакого желания, тем более их присутствие там не обязательно. Если можно было бы паркануть еще где-нибудь Мирошку, то вообще было бы замечательно. Но нет. Человек присосался к маме, поэтому нет. Плюс нам нужно договориться с машиной, чтобы поехать на машине. А также мы хотим договориться с Полиной, кто пропускал наши выпуски. В общем, это девчонка, которая работает в отеле и знает в совершенстве турецкий язык. Она нам уже помогала на таможне. Вот мы хотим ее взять в Геоч, чтобы она там довела нас до начальника. И, соответственно, если нам все равно все откажут, чтобы мы поехали на таможне, есть один план, чтобы она нам тоже помогла его осуществить. Поэтому сейчас сижу перед компьютером. Вроде с детьми уже договорился, с машиной вроде тоже осталось сбить цену. Ну и по поводу Полины тоже нужно решать вопрос, потому что она все-таки работает и нужно ее отпрашивать. Посмотрите, в какой я футболке. Это говорит о том, что мы едем на таможню и, скорее всего, забирать машину. Почему, скорее всего? Сейчас я вам объясню. Короче, я договорился уже с переводчиком, договорился с машиной, договорился, что мы завтра оставим детей, чтобы их с собой не таскать по вот этим всем делам. Им вообще они нафиг не нужны. Списался с страховой компанией. Вот круто, что мы состоим в очень классных чатах. И там есть страховые агенты, вообще проверенные уже многими нашими знакомыми. Я, короче, списался с одним из них, и он мне все по полочкам разжевал информацию, которую вообще нигде нет. Вот, ребята, слушайте, наш кейс, который есть у нас, то, что машина у нас стоит на сегодняшнюю дату уже 107,6 дней на таможне, то есть все, 108 дней у нее вот сейчас иссякает уже 24 июля получается. Он нам рассказал, что 3 месяца вы можете ездить по Турции на своем автомобиле, потом еще можете ездить 3 месяца с оверстэем, потом при выезде заплатить штраф, либо через 3 месяца поставить ее на таможню и заплатить перед этим штраф, как мы делали. Мы 3 месяца ездили, месяц потом ездили с оверстэем, поставили на таможню, за этот месяц заплатили штраф. И дальше на таможне она может еще простоять, получается, 90 дней, 90 дней может простоять у вас. После этого вы должны приехать, написать заявление, либо забрать ее, либо продлить. Вот, собственно, мы тогда прилетели из Шри-Ланки, написали заявление и продлили. Больше 180 дней машина на стоянке там у них стоять не может. Либо вы ее забираете, либо она продается, как, короче, короче, грубо говоря, ее утилизируют, так и написано в бланке, на котором стоят у нас печати, подписи, и там есть действительно такая информация. Поэтому, как я сказал ранее, мы по-любому должны сегодня забирать машину вот в этом, точнее, выпуске. Ехать, продлить нам ее уже не продлят, а вот забрать отдадут. Но у нас есть некий план, потому что мы подавались на ВНЖ по старым документам. Это значит, что наши документы все до 16 октября 23 года. Получается у нас до окончания положительного результата, то есть и комета у нас остается август, сентябрь и половина октября. Ну, еще немножко. Грубо говоря, грубо говоря, 3 месяца. Соответственно, я сейчас буду делать страховку на 3 месяца, чтобы с полным пакетом документов уже приехать на таможню и сказать, пожалуйста, продлите нам даты. Даже если нам, посмотрите, даже если нам откажут, получение отказа, вроде как я наслышан уже, что только через рандеву. Соответственно, к примеру, числа 20-го или 21-го или 25-го нам, допустим, отказывают. Мы подаем снова на рандеву, ждем полтора месяца до нашей даты. Это уже, грубо говоря, конец августа или середина даже, сентября. Там получаем отказ еще 10 дней. Тут уже как бы и октябрь подошел. То есть, как бы не продлить нам тачку до этих дней, ну, какое-то безобразие. Поэтому изначально мы поедем в Гёч. Мы, значит, сначала будем уговаривать, чтобы нам дали хоть какой-то ответ. А потом мы уже непосредственно поедем на таможню с какими-то результатами. Что-то будем думать. Потому что мы сейчас находимся вот в таком тупике, что вот мы зашли и как бы выхода нету. То есть, все зависит абсолютно не от нас. И, что бы нам ни сказали, будет результат зависеть вот от этих слов, которые нам скажут. Короче, продолжаем смотреть. Сейчас буду подавать документы на страховку. По сути, делается, наверное, так же, как и у нас в России. Я просто забыл, на самом деле, как у нас делается. Уже сто лет не делали. Отправляется СТС с информацией по машине и отправляется паспорт собственника. У нас по машине собственник Настенка, поэтому отправляем паспорт Настеньке. И страховка нам обойдется на три месяца 1100 лир. Этого прям вообще топовая, на самом деле, цена. На год нет смысла делать, поэтому сделаем как раз на три месяца. август, сентябрь и конец октября. Вот. У нас как раз срок до окончания всех наших легальных документов в Турции. Вот как-то так. Сейчас застрахуемся и посмотрим, сколько она будет стоить. Еще хочу уточнить здесь такой момент, типа, если мы забираем машину завтра без продлевания. Значит, нам должны дать бумагу на выезд в течение семи дней. А что, если мы не выйдем? Что здесь будет? И еще раз у нее уточнить про таможенные штрафы. Тоже мне интересно, что они в страховой скажут. Вообще, такие подкованные ребята. Но, как говорится, мы всю информацию узнаем из всех разных уст по поводу таможенных штрафов, пока нам все говорят, что у нас все сделано четко и все согласно с законом. Сейчас нужно еще вывести крупную сумму денег. Почему? Потому что нам нужно будет заплатить за парковку. Она, машина, там, считайте, 180 дней. Это 35 тысяч рублей, по-моему, на наши. Если цена осталась прежней, если цена обновилась у них и тоже выросла, как все цены здесь, то это будет вообще невероятная подстава-подстав. За страховку заплатить, но за страховку сегодня арендовать завтра машину, чтобы поехать. эти машины сейчас 50 долларов стоят в сутки от 50 долларов. Это тоже просто трындец. Также оплатить услуги переводчика, это тоже на наши, по-моему, в районе 4 тысяч или 5 тысяч рублей. Фу, короче, завтра отлетит такая котлета, но главное, чтобы у нас все получилось. Держим вот так вот кулачочки и двигаемся дальше. Очень удобно это то, что можно было отправить в рублях на российскую карту, чтобы не гонять туда-сюда деньги. Это прям огромный плюс. Деньги ушли, говорит, скоро будет готово, ожидайте. Ждем, надеюсь, все будет good. Ждали-ждали мы полис, дождались, все готово, полис нам прислали. Единственное, что нет печати почему-то на полисе, но я так думаю, что будет все нормально. Он написал, что подписано электронной подписью, вроде должно быть все окей, надеюсь, посмотрим. Доброе утро, бегу за машиной, он ее уже привез, сейчас буду забирать. Быстренький, беглый осмотр и, как говорится, можно ехать. На этот раз нам повезло, потому что нам дали вообще новую машину, тот же Hyundai 20, но только почти новая, потому что у нее пробег 55271. Блин, вот как все с топливом беда, это, конечно, печалька. Смотрите, как выглядит. Вот на таком Hyundai сегодня будем передвигаться, надеюсь, пересядем быстренько на нашу. Так, 4 ремня безопасности тут горит, кондиционер, радио туда-сюда, но аккуратно, приятно, вон, какой-то джойстик. Так, ну ничего интересного, как говорится. Вот здесь, походу, это чехлы такие потрепанные, да, уже, мне кажется. Так, ну ладно, сейчас надо быстро заправиться, тогда уже и поехать. Я-то думал, он привезет мне сразу машину, а он, короче, с утра заехал за мной, я еще проспал, спал, точнее, я мне позвонил, вот, и это, в итоге забрал меня, и вот мы доехали до этой машины, ну ладно, и хорошо, потому что я сейчас, мы здесь, в Асланбуджаке, тоже возле заправки, сразу заеду, немного залью. жалко, жалко, что сдует машины в этом, с пустым баком, что сразу приходится решать этот вопрос, что нужно, ой, короче, я еще сплю, ладно, поеду заправляться. Топливо здесь подорожало, прикиньте, тридцать три пятьдесят семь, вот это жесть. Здесь на заправках все просто, просто подъехал, отдаешь денежку, они фиксируют номера твоей машины и заправляют самостоятельно. если по карте, то надо идти в помещение оплачивать. У меня есть кэш, поэтому неохотно куда ходить. Будем так. Ну вот, собственно, заправочка пошла. Тридцать три лиры, почти тридцать четыре, вот это жесть, слушайте. Причем, самое интересное, здесь такие скачки по топливу, типа, знаете, вот у нас, например, на четыре копейки там, когда топливо подорожает, все такие, ой, подорожало. А тут просто на больше десяти лир, вот так за день, бау. Заправился на 200 лир пять с половиной литров. Нам докуда это хватит? Это вообще не докуда получается. Блин, ну жесть, надо, короче, походу, еще будет заправляться. Сейчас единственное, еще хочу это давление в колесах проверить, потому что здесь что-то горит эта штука, давление в шинах. Сейчас посмотрим. Такие здесь стоят аппараты, в принципе, почти на каждой заправке. Подключаешь, проверяешь давление и, как говорится, в путь. Выравниваю давление, наперед делаю 2,3, на жопу буду делать 2,5. Кстати, такая полезная информация, вдруг кто не знает, какое давление должно быть в колесах. здесь, короче, все просто. На самом деле, у машин вот тут вот есть такая табличка. Видите? И тут есть радиус, параметры, короче, каждого колеса, сколько у вас человек ездит, чемодан, не чемодан, и вот, собственно, какое должно быть давление в передних колесах и в задних колесах относительно размеров. Вот. Знаете такую тему. Позавтракали. Перед отъездом контрольный раз проверяем заявку и процесс вашей заявки еще не начался. Класс. Едем. Перед тем, как мы погрузимся уже непосредственно в разговор про ВНЖ и поедем в Геоч, я рекомендую вам все-таки посмотреть вот этот вот предыдущий выпуск. Почему? Потому что там изначально мы рассказывали наш кейс, да, и на той неделе мы уже ездили в Геоч и пытались ругаться, но нас успокоили это если вкратце и сказали приезжайте на следующей неделе все будет very good. Вот сейчас мы с вами поедем. И еще небольшая вставочка хочу показать вам наших двух победителей на стримах, которые получили уже свои подарки. Третий победитель пока ничего не прислал. На последнем стриме мы разыгрывали гамаки от компании Roadlike и вот два счастливых победителя поделились с нами своими эмоциями. Классно. Кто не посещает наши стримы зря. Ведь у нас там тоже классно. Не пропускайте один раз в неделю мы стараемся делать стримы и разыгрывать очень интересные подарочки. Все, грузимся. Грузимся, грузимся. И как говорится все, едем в путь. Сейчас сначала завезем детей. Вот. Потом уже поедем. Ну да, Мирошка, конечно. Тут как тут. Так, человек, ну-ка уходи. Уходи скорее. Че, парни, где останетесь? У Лизы, у подружки? Ага. Ну, все понятно. Да. Вот так и живем. Дима. Взяли еще у Димы насос, потому что я не уверен, что на таможне есть насос. Хотя, конечно, должен быть. Но, кто помнит, у меня там одно колесо приспустило. Поэтому, конечно, гораздо лучше с собой привезти насос, чтобы не попасть в интересную ситуацию. Все, сейчас едем. Надо снять еще деньги, заехать за переводчиком и отправиться в путь. За гугл-переводчиком. За гугл-переводчиком. За живым гугл-переводчиком с турецкого языка. Когда мы говорили про ВНЖ, нам там многие писали в комментариях, вот, вы что забыли, какой у вас паспорт, ну, типа, паспорт российский. И, типа, поэтому вам там так долго, так отказывают. Так вот, сейчас мы детей где оставили, это ребята, они из Украины. Там большая семья, бабушка, дедушка, мама, брат. Вот, смысл в том, то, что у Игоря, у брата Оксаны, он тоже подавал документы еще 13 апреля. И рандеву у него было чуть пораньше. И он тоже до сих пор ждет. Это вот к тому, что у него паспорт не российский. И вроде здесь и к украинцам лояльно относятся, но тем не менее, вот новая такая засада, что, теперь его долго ждать в плане ответа. Так что здесь абсолютно не зависит, какой у вас паспорт. На отказы паспорт тоже никак не влияет. Всем по барабану, какой паспорт. Важно, какие-то команды по ходу сверху, что либо мы тянем, либо мы отказываем. Вот так вот. Вторую пачку денег сняли, теперь едем за транслейт. Мы снова заехали на заправку заправиться, потому что те 5 литров нам никуда и не хватило. Вот. И стоим на шеле, и тут такая картинка прикольная. Пара-пара-пам. Красная площадь. Словно дома оказались. Ну что же, мы приехали в Гёч. Пожелайте нам удачи. Парковка, видите, более-менее пустая, людей мало, поэтому я очень надеюсь, что сейчас за короткое время мы здесь решим все наши вопросы. Вот видите, внутрь попали вообще пусто. Так, надеюсь, так и будет сейчас на талончиках. Ну, короче, дело дрянь. Во-первых, что меня очень сильно удивило, что вообще не пустили нашего переводчика. Она прям такая полкана на неё. Нет, нельзя выйти на улицу. У нас есть здесь свои переводчики и так далее и тому подобное. Это действительно так. Они здесь приходят, здесь есть кто говорит на русском. К нам прям подошла женщина. И мы ей объяснили ситуацию. Она сказала, ничем помочь не можем. Вы такие же 90 дней, типа, надо считать от момента подачи рандеву. То есть вы ещё месяц, месяц получаете, можете спокойно ожидать находиться в стране. Никто вас отсюда не выгоняет. То, что с машиной, говорит, здесь уже никак. Вы можете её вывезти, но на границе тогда, получается, будете платить штраф за себя, так как вот вы здесь находились и желаете покинуть страну. Она говорит, даже если у кого-то умер, какие-то экстренные ситуации, мы, говорит, никакой справки не даём. Люди выезжают, оплачивают штраф, уезжают, решают вопросы. Вот если ты в течение 15 дней возвращаешься, то заявка не аннулируется. А если не приезжаешь, то она аннулируется. Если ты приехал после 15 дней, то она аннулируется. Ну, короче, сейчас второй план у нас запасной. Едем на таможню, будем договариваться там. Я единственное не понимаю, зачем они вот так вот обнадёживают людей. Мол, типа, да-да-да, приезжайте на следующей неделе. Вот представляете, сколько мы сейчас денег тратим на машину, на переводчика, на бензин, на еду, блядь, чтобы приехать и снова вот такую херню испытать. Жесть, конечно. Сейчас посмотрим. Стоит всю дорогу, едем и обсуждаем. как-как и чё, как и чё. Сейчас посмотрим, стоит ли машина. Нет, вон она светится прям. Бедолага, на солнце. Вот она. Ну, чё вам рассказать? Вот, сейчас с девчонки кто-то общается, общаются, все подрастроились, но сохраняю интригу, потому что, потому что, потерпите маленько, сейчас всё расскажу. Немножко грустно. На этом немного грустном моменте. Мы решили отправиться домой и прервать этот выпуск. И все подробности мы уже расскажем в следующем видеоролике, поэтому сохраним интригу. Не обижайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. И до нового выпуска. Опять же, какие-то и объекты сказали, Продолжение следует...